Здравствуйте, у меня более приземленный вопрос, не столь философский, с учетом того, что мы молчимся, часто я с таким моментом сталкиваюсь, с точки зрения каких-то канонических моментов, у меня есть ответ на этот вопрос, это касается приветствия женского пола рукопожатия. Мы в силу того, что у нас дипломатия, любая встреча, любое мероприятие, только пожатие. И у меня неоднократно так было, что в Европе, когда я был, меня не так поняли, мне говорят, что у вас уважение к женскому полу, какой-то форум или еще что-то. Как-то раз у меня была возможность в одном мероприятии у члена королевской семьи Савдус-кара, я его спросил, я говорю, вот Мухаммад бин Салман жмет руку, казалось бы, сын хранителя двух святынь, да. Он говорит, что нет в этом проблем. То есть я не прошу вас светло, но просто вот ваше хотя бы личное мнение, вот если это касается каких-то рабочих моментов, да, вот приветствую женского пола. Посмотрите, мое личное мнение, опять же, когда я говорю о себе что-то, я могу сказать свое мнение, не опираясь на свой разум. Когда я говорю о религии Всевышнего Аллаха, я должен понимать, что это ответственность, и Всевышний меня за это спросит. Поэтому мы не можем что-то сказать о религии Всевышнего Аллаха от себя и так далее. Но я ответил бы хадисом, пророк Мухаммад, сказал, как кто пожимает мужчина, женщине руку, подобно тому, как он пожимает пламя, мугарек и сада. Сказал, посланник Аллаха, сказал, что это для верующих, как скажет, для мусульмани, это достаточно, чтобы закрыть вопрос и дальше не углубляться. Если для не мусульмани, он хочет объяснение с точки зрения разума и так далее. Вообще, хотел чуть дальше обширно взять этот вопрос, женщина в исламе, ее очень великое положение. Некоторые думают, что мусульманка, сестра наша, это мама наша, это супруга наша, дочка наша, она живет в каком-то закрытом мире, ничего не позволено, укутанное, закрытое, у нее нету прав и так далее. Но это неправильное отношение, это неправильное понимание. Во-первых, есть такая в Кур'ане, это как, так скажем, милость со всемущного Аллаха, сура, которая называется «Аннися» – женщина. Нету такой сура, которая называлась «Бариджа» – мужчина, есть женщина. Есть отдельная сура по определенной имени женщине Марьям, Марье. И для нас, женщина в исламе, у нее много прав. То есть она, например, берет махар, когда женится, колын, дар, мужчина не берет, она не обязана работать, муж ее должен обеспечивать, обязан обеспечивать. В некоторых ситуациях она наследство больше, чем мужчина, мират, получает. Нету такой ситуации. Я вот там даже в Сауз-Караеве жил, там бывает, когда ты в торговый центр заходишь, два-три этажа для женщин, один маленький этаж только для мужчин, там, эти одежды и все, и так далее. То есть наоборот, и много. Но почему она там, аурат ее закрыть и так далее? Для нас, вы бывали, когда в выставке дорогих машин, бывали, там, видели, когда там дорогие машины, они в чехлах, самые дорогие, мы это что, чтобы не поцарапать, чтобы там, чтобы не сдать и так далее, чтобы... Для нас тоже вот это образ такой, так скажем, аурату, чтобы он закрыт, хиджаб. Причем потому что мы ценим ее, сестру нашу, мы ценим женщину, чтобы много женщин было сглажено, когда посмотрели на них таким глазом, на их, там, скажем, формы, их сглазили, беременную женщину, многие потеряли детей, это факты уже, которые доказаны, когда там одоленную в виде ходят и так далее. И не только в исламе, и также и в христианцах это было всегда, даже, посмотреть, уконы, они всегда прикрыты и так далее, и в церкви также всегда закрыты вот эти вот места аураты и так далее, это не только в исламе. Что касательно вот этого хиджаба, например, мне, как мужчине, у каждого у нас есть ревности. И вот даже, я думаю, у кавказского народа, у арабов, он еще больше этой некой ревности. И когда, например, моя там супруга или сестра, она хоть открыта ее части тела, другие люди будут смотреть, другие мужчины на нее, на ее части тела не с хорошими мыслями, с плохими мыслями будут смотреть, тем самым будут ее провожать этим. Поэтому, что он раскрывает, Аллах сказал, что скрывайся из места, чтобы было меньше. И на этой, из-за этого много было конфликтов с ситуацией, в некоторых странах, потому что не так посмотрел на его жену, тут подошел разбираться, почему ты на нее влазишь, это моя жена и так далее, а что она у тебя так ходит, и начинается там, пылось до драки, до убийства и так далее. Поэтому много-много-много-много почему так и так далее. Мы касательно сейчас хиджабы мы. Теперь что? Если, с точки зрения разума, Аллах, Всевышний Аллах, Субханава Тааля, запретил аурат показывать другому человеку, другому мужчину, если это не ее отец, не ее брат, не ее супруг, не ее дети, тогда первоначально, ауля, такое, я понимаю, в арабском, первоначально ее трогать. Если даже смотреть там нельзя и так далее, то и трогать, то первоначально нельзя ее трогать. Второе, когда там в Европе, я тоже как-то с Европой, когда были мы в Париже, на эту тему разговаривали с одним, я там просто и землю, я им сказал, хорошо говорю, обижаются в Европе. Честно, если, например, если в Европе, я уважаю уже ваши, так скажем, некие такие адаты, некие ваши традиции, почему вы не уважаете наши традиции в этом вопросе? То есть в вашу традицию так хорошо, окей, вопросов нет, вот у вас так принято, но у нас так принято, как я уважаю ваша рукопожатие, так же вы должны уважать наши нерукопожатие, так же, как же, или тогда придется мне завтра с вами тоже сидеть, поднять бокал и сказать, почему ты не уважаешь наши традиции, ничего, у нас есть принципы и так далее, которые, так скажем, красные границы, к которым мы не можем переходить, но при этом мы доброжелательны и так далее, мы можем вот так вот поздороваться, если там руку прожиму, там, архамду, потому что для меня это как красная черта, красная, это. И уже дальше, если смотреть, вот это вот этикет рукопожатие между мужчиной и женщиной, когда он появился, он был придуман человеком, не был придуман, это не богом, не создателем, а именно созданием, где-то, когда-то кто-то где-то собрались, кто-то кого-то за руку пожаловал, и потом это все начали так делать, и это этикет. То есть почему я должен, ты меня везуешь, придерживаться того, то, что эти люди сами придумали между собой, и хотелось бы так сказать, меня же в тот момент не было, когда вы принимали решение по этому вопросу. Это как-то вот так, значит, ну, для верующих человека мне нужно достаточно хадисов, посланник Аллаху, саллаху, саллаху.